здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте у меня было одно такое видео где я рассказывала о том что я периодически разжижают кровь и вот под тем видео у меня такой хороший комментарий написала елена и спросила зачем нужно разжижать кровь я сейчас отвечу на этот вопрос но прежде я хочу извиниться перед теми кому я не отвечаю не от того что я не хочу от того что дорогие мои я работаю а интернет youtube канал это мое хобби чтобы не забыть что-то это у меня как записная книжка понимаете это как аудиописьма чтобы не забыть оставить что-то чтобы это шло и для моих детей и для семьи и для интернет семьи для родных близких друзей в общем для всего мира кто интересуется нормальной качественной жизнью вот для вас дорогие мои но это чисто как хобби поэтому я не могу всем отвечать но периодически я делаю такие интернет семья в эфире там я стараюсь как можно больше комментариев обработать и так отвечаю на вопрос зачем нужно разжижать кровь но затем чтобы не допустить варикоза вот варикоз тромбофлебит инсульт стенокардия инфаркт вегетососудистая дистония хотя это не диагноз гипертония и шимическая болезнь сердца атеросклероз что общего между этими болезнями то что все они так или иначе связаны с повышенной свертываемостью крови и чтобы от этих болезней избавиться кровь надо или не допустить лучше вот так сказать не допустить кровь надо разжижать но и избавиться тоже я оговорилась что не допустить это понятно и не оговорилась а у меня профилактика это всегда лучше чем лечение но и избавиться тоже не допустить это номер один и второе избавиться это нужно делать периодически это Это нужно для того, чтобы кровь по сосудам текла легко и несла к органам питание и кислород, а не проталкивалась с трудом, создавая заторы, лишая органы необходимого питания и давая лишнюю нагрузку на сердце. Вот для чего. При этом нужно пить много воды. В день не менее 2 литров чистой воды. Это я сейчас не говорю ни про чай, ни про компот, ни про кофе, а только за чистую воду. Естественно, не из крана. Не кипяченую из крана. Из крана кипяченая вода не поможет. Из крана вода это грязь, это отрава, это хлор, который накапливается рано или поздно. Он даст о себе знать. Знаете, с возрастом кровь имеет тенденцию сгущаться. Поэтому для понижения вязкости крови врачи советуют немолодым пациентам, ну как немолодым, девушкам, таким как я, 21 плюс и выше, пациентам принимать по четверти таблетки ацетилсалициловой кислоты, то есть аспирина. Четверть, не целая таблетка, не половинка, а четвертинка. Или назначают специализированные средства. Но есть средства более простые, доступные и эффективные. Для меня это, конечно же, травы. И я не очень хорошо отношусь к таблеткам. Я все-таки больше доверяю травам. Поскольку это одно из моих любимых хобби, то я собираю сама своими руками травы. Я езжу в разные, абсолютно в разные регионы и собираю травы. Я их правильно высушиваю. Кто присоединяется ко мне, с удовольствием делюсь, рассказываю про травы. И вместе мы ездим на сбор трав и весной. Осенью это в основном корни. Летом тоже кое-что собираю. Но самое главное время, это, конечно, весна и осень. Это время трав. Летом только июнь. Ну и можете записать, какие травы разжижающие мы собираем. Запишите разжижающие травы в свою тетрадочку, которую вы завели по фитотерапии. Итак, для разжижения крови используется медуница, пион, пион уклоняющийся, есть такой, а также полынь, цикорий, лещина, лобазник, ее еще называют таволга, милиса, боярышник, красный клевер, диоскория кавказская, или ее еще называют диоскория, но она диоскория кавказская, гинко, белоба, есть такая травка, кора ивы. Кстати, раньше аспирин делали именно из нее, поэтому, если у вас где-то есть ивушка, не стесняйтесь, кора ивы – прекрасное средство. Донник. Как я люблю собирать донник. Какой он ароматный. Он бывает желтенький и белый. А какой он хороший медонос, растет повсюду, по-моему, везде можно встретить. Еще очень хорошо собирать акацию, шелковица. Когда идет шелковица, кушаете ее, она отлично разжижает кровь. И, конечно же, конский каштан. Он является одним из самых мощных средств лечения тех болезней, которые связаны с загустением крови. Собирают каштан, разбивают молотком, собирают коричневую кожуру, берут 50 грамм этой кожуры, заливают пол-литра водки, настаивают в темном месте две недели, процеживают и принимают 2-3 раза в день по чайной ложке, смешивают, обязательно смешивают с одной четвертью стакана теплой воды натощак. Но принимать пищу можно не раньше, чем через 30 минут. И вот это средство хорошо нормализует и давление, и у тех, у кого на перемены погоды сильная такая реакция, то вот это помогает и настроение улучшается, исчезают головные боли, шум в ушах, сон становится здоровым, крепким. В общем, появляется такая бодрость, энергия. Но еще одно прекрасное средство. Это мускатный орех. Дорогие мои, не забывайте за мускатный орех. Это не только прекрасная приправа, но это еще и лекарственный орешек. Его можно перемолоть или купить уже молотый. Заливают 100 грамм этого ореха, тоже пол-литра водки, настаивают 2-3 недели. Потом нужно обязательно отфильтровать. И по 20 капель пьют, смешивают с полстакана теплой водичкой. Три раза в день за 30 минут до еды. Ну и замечательный чеснок. Чеснок потереть на терочке, пропустить через мясорубку. Потом заполнить этим чесноком любую банку на треть объема. И доверху заливают обычно водкой. Настаивают в темном месте 2 недели. Встряхивают раз в 2 или в 3 дня. Потом процеживают. Сколько получилось чесночной вытяжки, столько же добавить свежего отжатого сока лимона. И столько же меда. Все смешивают и хранят в темном прохладном месте. Пьют по столовой ложке 1 раз в день перед сном. Очень хорошо разжижает кровь. Ну и диета, дорогие мои. Для разжижения крови, если вы хотите себя чувствовать хорошо, избавиться от этих бляшек, тромбов и всякой нечисти из сосудов, в общем-то почистить сосуды, скажем так, то должна быть диета для разжижения крови. Давайте поговорим о питании. Замечательная рыбка скумбрия. Вот разжижению крови способствует морская рыба. Забудьте о речной рыбе. Речная рыба, она вообще-то опасна. Если вы любите рыбку, старайтесь выбирать только морскую. Морская рыба, чеснок в вашем рационе, должна быть дынька обязательно, клюква, черника, малина. Малина прекрасно разжижает кровь. Земляника, яблоки, вишня, слива. Все, абсолютно все цитрусовые. Не забывайте за грейпфрут. И проращиваем зерна. Все время проращиваем зерна. Начиная от лена, тем более, что лен проращивается за сутки-полтора. Уже лен пускает такие, знаете, как бы хвостики, назовем их так. Пшеница быстро проращивается. Дальше. Кабачки нужно употреблять, огурчики, красный болгарский перец, помидорки. Но не нужно употреблять огурцы и помидоры вместе. Употребляйте помидорки отдельно, слегка притушив их на сковородочке, но только не жарить. А огурчики отдельно. Очень хорошо яблоки. Обязательно яблоки. Вишня. Это супер продукт, разжижающий кровь. Свекла. Шоколад горький. Ну, по чуть-чуть, конечно, понемножку. Какао. Сок алои. Сок алои. Вот я хочу сказать, если у вас растет алои, в холодильничке у вас всегда должен быть листик алои. Вы оттуда по капельке, по две, по три должны добавлять в апельсиновый сок. Это замечательная вещь, разжижающая кровь. Вы пьете же апельсиновый сок? Вот возьмите из чесночницы и капните себе несколько капель из листочка алои. А для этого просто держите всегда в холодильнике. В фольге. А также колонхое. Когда делаете имбиротерапию, добавляйте туда алои. Колонхое тоже можно. Сгущают кровь, запомните, это гречневая каша, бананы, капуста, рябина, калина, мясо жирных сортов. Особенно свинина. Свинина очень сильно сгущает кровь. Но при этом гречневая крупа прекрасна для гемоглобина. Очень полезна. Поэтому, когда вы кушаете гречку, то через полчаса после еды или через 40 минут выпейте вишневый сок или малиновый сок или апельсиновый сок. И тогда все будет нормально. Вот тогда все будет в норме. Если вы кушаете бананы, сделайте себе смузи. Например, банан клубника-малина. Прекрасный смузи. В это же самое время вы перебьете вот это вот такое свойство банана сгущать кровь. Вы перебьете чем? Малиной и, ну, например, вишней или клубникой. Поэтому вот это очень хороший сок банан клубника. То есть делайте такой подход. Итак, вы знаете, что разжижает кровь. А сгущает тоже, вот я вам специально сейчас скажу, гречневая крупа еще раз. Можете записать то, что сгущает. Бананы, капуста, рябина, белый хлеб, свинина очень сильно сгущает кровь, колбасы все, консервы, копчености, острая, соленая сгущает кровь, сливки, чечевица. И обратите внимание на выпечку. Выпечка очень сильно сгущает кровь. Но чечевица, опять-таки, обратите внимание на чечевицу. Тут очень много витамин и железа. Поэтому чечевицу надо есть. Но после этого, что мы делаем? Через минут 40, опять-таки, после того, как поели чечевицу, мы выпиваем опять сок. Вот таким вот образом мы спасаемся. Еще, какой сок, гранатовый сок он сгущает? Виноградный. Обратите на это внимание. Теперь, что касается лекарственных трав, то повышают свертываемость крови. Нужно об этом обязательно знать. Это подорожник, зверобой, валерьяна, тысячелистник, кукурузные рыльца, горец почечойный, крапива, пижма, пастушья сумка. Потому что, это надо знать, пастушья сумка прекрасная травка, по чуть-чуть ее можно добавлять, но если вы добавляете пастушью сумку, обязательно добавляйте листочки малины. Они будут вот как раз убирать вот это свойство свертываемость крови. Так же делаем и с тысячелистником. Так же делаем и с пижмы. Ну, пижма, она такая горькая, но пижму иногда надо употреблять. Горькоту вот это нужно употреблять периодически, чтобы вытравливать из себя всех нежелательных гостей, скажем так. Всякую нечисть, глистов и прочих. Они хорошо разбегаются, уходят, если употреблять пижму. Но вы должны знать, что она свертывает кровь, повышает свертываемость крови, и поэтому ее лучше смешивать с листочками малинки. Ну, либо с корой ивы. Кора ива отлично разжижает кровь. Или несколько капель сока алоэ. Да, кстати, знаете, что я хотела сказать? Что если какая-то из трав повышает вязкость крови, то это еще не значит, что она не применяется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы. Еще как применяется. Просто нужно вот подбирать правильно. Вот такой вот парадокс. Поэтому это такое удовольствие компоновать чай. Вот когда я компоную, я обязательно вот это все учитываю. Девочки, мальчики, вообще вся моя семья, интернет-семья, выращивайте. Выращивайте травки, выращивайте в саду, выращивайте на подоконнике. Обязательно покупайте то, что полезно. Должно быть и каланхои, и алоэ. Это, по-моему, у каждого должно быть. А еще просто мятка. А еще прекрасно лук порой растет, радует глаз, и красиво, эстетично, и в то же самое время полезно. В общем, радуйте себя, своих родных и близких, и будьте профессионалами. Компонуйте, делайте чаи, угощайте своих родных и благословляйте их ими. И попрощайтесь с китайскими чаечками, которые обработаны формальдегидом. Попрощайтесь с этой химией раз и навсегда. Все здоровье в ваших руках. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Я люблю вас. Пока-пока.